Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать недельные... не недельные главы, мы продолжаем изучать Тору и конкретно книгу Мишли, притча царя Соломона и сейчас мы находимся в седьмой главе, уже седьмая глава значит, шесть глав мы закончили и начинаем седьмую главу значит, седьмая глава начинается с того седьмая глава начинается с того, что говорится нам так интересно, что вот я думаю, большинство глав начинается одинаково одинаково, плюс-минус с небольшими с небольшими отклонениями да, вот Дернинини, первый зашел, радуется все, кто первый заходит в в Бет-Медраж, в Дом учения да, мы находимся в Доме учения, можно так сказать тот, это хорошо очень для человека вот, Марина Шувалова все и так, значит почти все, многие главы, я не могу сказать все ли, но многие начинаются с того, что говорит царь Соломон обращаясь к каждому из нас и как бы пропуская через себя знания Торы то есть, давая направление это как как он передавал слава Бога поэтому это вошло в письменную Тору потому что это было признано, когда мудрецы то, что называется такое слово канонизировали да, то есть, когда они сделали канон канон-то канон это нити порядок, да как надо изучать, что надо изучать то есть, это было, когда построили второй храм когда построили второй храм ушло вот это вот очень глубокое внутреннее ощущение связи с духовностью то есть, были до этого во времена первого храма были пророки их были там сотни тысяч это люди, которые вообще заходили в духовный мир вот как мы сейчас в магазин ходим они заходили туда в духовный мир простой народ, да которые не были пророки они тоже были на уровне вот именно ощущения, понимания духовности, да что такое правильно, неправильно Тора и не было такого там текста молитвы любой человек обращался к небу там Господи, все как-то обращался и уже это имело имело большой эффект а потом, когда когда первый храм был разрушен потом было 70 лет изгнания вавилонская где Бог был скрыт как раз вот конец вавилонского изгнания это мы изучаем Меделат Эстер Свиток Эстер описывает описывает как как было в вавилонском изгнании как было вот есть трактат Талмуда Медела и Меделат Эстер Свиток Эстер там рассказывается некая история которая была в Вавилоне в то время и ни одного раза не упоминается имя Всевышнего в этом Свитке Эстер хотя это часть Торы про Бога нет ни одного слова представьте почему нет про Бога ни одного слова потому что само слово Эстер оно значит скрытый то есть Бог с этого момента он как бы скрылся от от явного восприятия людей то есть все смотрят все такое механическое все такое как бы твердое да то есть вот оно где Бог непонятно где Бог события законы правила там какие-то и так далее и люди как бы мир стал такой механистический а Бог на самом-то деле этот мир это как маска Бога то есть Бог скрыт за всем Меделат Эстер значит и во времена второго храма когда вернулось он кстати из Вавилона ушло после всех этих чудесных событий волшебных событий которые было в Вавилоне интересно мы сейчас приближаемся к Меделат Эстер к Пуриму и эти события каждый год изучаются то есть как было вот жили евреи в Иерусалиме в Израиле пришел на выходный царь такой царь и разрушил храм и евреев переселил в Вавилон значит в Вавилоне евреи живут отлично автономные у них автономия они живут прекрасно у них все как бы устроились на новом месте тут приходит вдруг царедворец такой министр поднимается в поднимается такой министр и этот министр ненавидит еврейского министра то есть два министра ненавидят друг друга и вот этот вот Аман звали этого министра который был Амалек который ненавидел Мордыха он царю Ахашверошу говорит знаешь есть такой народ значит они они живут отдельно поклоняются кому-то своему Богу свои законы соблюдают и он трактует все их там в субботу они не работают и есть даже такое предание что ну в общем он наговорил наговорил про про евреев и говорит давай их уничтожим и царь Ахашверош говорит давай и значит издает приказ всех евреев уничтожить представьте вообще невинные люди 127 стран у них было 127 областей в этой империи и везде выходит приказ евреев уничтожить представьте значит в этот момент евреи узнают об этом и Мордыхай начинает поститься там он говорит Эстер иди туда она идет к царю и в общем она как бы если смотреть на внешнюю канву событий то Эстер которая была до этого забрана во дворец с улицы просто ее схватили забрали и Мордыхай ей говорит не говори кто ты не говоришь что еврейка значит это бог значит хотя там про бога нету слово бог там ни разу не упоминается Мордыхай сказал что типа раз так произошло значит это для чего то надо и она оказывается во дворе во дворце потом она приходит к царю и говорит что что все говорит значит есть злодей который хочет мой народ уничтожить царь говорит кто это такой злодей как это за что вообще что за дела где это такое видано чтобы народ уничтожить она говорит вот этот Аман он и есть злодей вот твой премьер-министр он и есть злодей И царь говорит, если он злодей, его повесить, указ свой он говорит, я отменить не могу, я же царь, если я приказ дал, все, приказ уничтожить, он сохраняется, что же делать? И тогда, значит, он говорит, ладно, теперь премьер-министр Мордехай будет, пусть Мордехай что-то выдумывает. Мордехай дает второй приказ, едет следом приказ, что евреи могут защищаться, евреи могут за себя воевать. Все, начинается война, евреи в этой войне побеждают тех, которые хотели их уничтожить, и каждый год мы вспоминаем эту историю, эту историю как за внешний, казалось бы, вот случайный конвой событий прослеживается план Бога. И план Бога был такой, чтобы, а, и спрашивает Талму, Талму спрашивает, а в чем был план Бога-то? Непонятно, вообще за что Бог хотел, вначале был приказ, приказ, и все год почти жили под этим приказом, евреи и народ уничтожить. Потом этот приказ снимается, в чем был план Бога, за что был приказ? Раби Шиман Бар-Юхай, он говорит, а как за что был приказ? Приказ был за то, что когда евреев вели из Израиля, стоял, стоял идол, вот этого Навухадныцара, и всех заставляли этому идолу поклониться, всех заставляли поклониться идолу. Это идолопоклонство, как они, все эти люди видели первый храм, они видели все чудеса, они видели пророков, они знали все, и тут они поклоняются какому-то идолу вообще, как они могли? За идолопоклонство, смертная казнь, они отказались от Бога, то есть они просто массово, конкретно отказались от Бога, публично. Тогда задают ему ученики вопрос, если они совершили такое преступление, так конечно за это преступление, понятное дело, то есть они отказались от Бога, они служили идолам, так надо их было уничтожить, почему тогда их не уничтожили? А Раби Шивен Барюха отвечает, они поклонились не по-настоящему, они чисто так поклонились для формы, для галочки, да, то есть заставляли поклонились. В сердце они верили в Бога, они не поклонились. Так, точно такое же мера за меру было наказание, то есть год, как будто бы они жили под идеей, а представьте, жить под идеей, что тебя убьют, это практически тебя убивают каждый день. То есть если ты веришь в какую-то идею, то ты как бы, я не знал, вот осталось там 5 месяцев, осталось 4 месяца, осталось 3 месяца, осталось 2 месяца, то есть они все это время жили под идеей, но по факту в итоге они спаслись. А в какой момент они спаслись? Если человек знает, что его убьют, о чем он будет думать? О чем? Что он будет думать, как с собой деньги туда взять? Не возьмешь. Как спастись? Но если нет спасения, вот он сидит там в камере, он сидит в камере, нету, не может он убежать, его приговорили к смерти. Тогда единственная мысль, которая есть у человека, это как спасение у него только в духовном плане. И он, это называется, раскаивается, лягзор бы тшува, то есть он начинает тогда думать, эх, неправильно я тогда думал, неправильно я поступил, может Бог меня простит, может я все-таки пройду туда в рай и вечную жизнь. И они сделали тшуву, они раскаялись, да, и, значит, но когда они раскаялись, следующий тогда царь им говорит, все, я теперь понимаю, что евреи народ хороший, ничего плохого они не делают, пусть возвращаются в Израиль, значит, пусть возвращаются в Израиль и строят себе второй храм. Тот храм разрушили, но сейчас они сделали все тшуву, раскаялись, все, они опять вернулись все к Богу, пусть идут, делают себе храм. Храм, знаете, сколько пошло? 42 тысячи человек, всего лишь 42 тысячи человек вернулись в Израиль, хотя уже было можно, и начали строить второй храм, и когда они начали строить второй храм, то тогда они как раз и сделали вот этот вот таканон, они сделали, какие книги Торы нужно изучать, какие, что это письменная Тора, они как раз тогда соединили все, какая должна быть молитва, то есть они уже, когда вернулись, они поняли, что духовный уровень уже намного ниже, чем был до этого, и, значит, исходя из этого сделали Аншек Неста Гула, люди Большого Собрания, они сделали там некие новые формы служения Богу, ну, новые относительно того, что была во времена первого храма. И как раз ввели туда книгу Мишли, вот мы ее сейчас изучаем, представляете, то есть мы сидим, сейчас изучаем книгу, которая была, которая была написана около трех тысяч лет назад, а принято, что ее надо изучать две с половиной тысячи лет назад. Хорошо, двигаемся дальше, значит, седьмая глава начинается с того, что сказал царь Соломон, бни, сын мой, он говорит, царь Соломон говорит каждому из нас, сын мой, бни, шмор амарай, он говорит, сохрани слова мои, умит сватай тицпон и тах, и заповеди мои, они будут, береги их при тебе. Значит, этот царь Соломон говорит, естественно, от имени Бога, потому что Тора и заповеди, это они идут от Бога. Значит, Тора делится на амарай, слова Торы, это идеология Торы, это знание Торы, это взгляд Торы на мир, это некая система, система восприятия всего вот этого, вот всей этой реальности, всего мироздания, это все называется Тора, учение. Тот, кто ее создал, он через Тору сообщил, как оно все работает. Митсвот, это определенные действия, которые надо делать для того, чтобы подтвердить, что ты с Богом хочешь быть в контакте, то есть он царь, он хозяин мира, и он сказал, это делай, это не делай. И одно дело, когда ты говоришь, я верю в Бога, да, Бог это любовь, любовь это Бог, Бог это любовь, все отлично, а Бог говорит, ну докажи, сделай что-то. Вот есть заповеди, и все заповеди, они преодолеть себя, все запреты Торы, они преодолеть себя. То есть ты должен сделать действия, которые показывают, что ты доверишь Бога. И говорит царь Соломон, что вначале ты должен сохранять вот это вот мировоззрение Торы, и заповеди ты должен хранить все время при себе, потому что наступает момент, суббота, есть одни заповеди, праздник, другие заповеди, утро, третьи заповеди, вечер, четвертые заповеди. То есть ты все время должен быть готов выполнять эти заповеди. Второй отрывок, второй отрывок. Шмор митсватай вехье. Он говорит, сохраняй заповеди мои и живи. То есть это как очень понятная метафора, очень понятная метафора, когда компьютерная игра, и вот ты идешь-идешь, потом бах, какой-то сундук, ты к нему подошел, к этому сундуку, жих, направился, набрался энергии такой, и показывает прям. Ты набрался жизненной силы, ты опять идешь, какой-то висит там алмаз, ты туда прыгнул, и опять набрался жизненной силы. Это в компьютерных играх. Здесь то же самое. Шмор митсватай, сохраняй мои заповеди, вехье и живи ими. Ве торати кэйшон эйнеха. И тора моя, как зеницу глаза своего, сохраняй. Значит, сейчас я приведу пример, что такое шмор митсватай, что такое сохраняй заповеди. Вот, например, сегодня день рождения у Рэб Йосефа, его зовут дедушка такой Рэб Йосефа, я несколько раз про него упоминал. Ему сегодня 98 лет. 98 лет человеку. И он, значит, вот он, даже в советское время он пытался все сохранять в заповеди. Он молился, он до 92 лет, он там чуть ли не приползал в синагогу на все праздники, старался, ну, то есть на субботу. Он к нам домой приходил, ему было года 92-93. Он одинокий, у него уже никого не осталось там. Сын умер. Сын его, было интересно, сын женился на нееврейке, которая с ним потом бросила его. Но дедушку этого она бросила, сказала, что мне он не нужен, и, значит, он остался один, никому не нужен. И вот он ходил в синагогу, и сейчас вот ребята к нему поехали поздравить его, поехали и так далее. Значит, его заповеди дают ему жизнь физическую. Но если люди умирают физически, очень часто есть молодые, вот у нас за последний год умерло несколько молодых ребят, ну, не несколько, двое в синагоге. Девушка умерла лет 30 ей было, и парень умер лет 35. У него трое детей, у нее там один ребенок остался, чтобы им там в раю было хорошо. И что имеется в виду, когда говорится «сохраняй заповеди и живи». Жизнь – это связь с Богом. То есть жизнь – это когда ты связан с духовностью, со своим духовным корнем, и через заповеди ты соединен вот с этой вечной жизнью. Иногда она тебе, Бог тебе дает в этом мире долгожительство и дает тебе долго жить. Иногда ты из этого мира быстро уходишь, но ты живешь дальше. То есть заповеди – это жизненная сила, и сказал нам царь Соломон – «сохраняй заповеди и живи». «Ве тора ти каишон и неха». А тора пусть будет, как зеница глаз твоих, как твой вот в зрачте, видите, черная такая штука. И человек все время переводит взгляд с объекта на объект. Он смотрит туда, смотрит сюда, смотрит. Иногда человек смотрит в прошлое, иногда человек смотрит в будущее. Как будто бы смотрит, да? Это как его взгляд. И он все время, как бы своим взглядом, вниманием, да? Он все время смотрит куда-то. Как говорит царь Соломон, смотри сквозь тору. Смотри сквозь тору, то есть, как бы на любой аспект можно посмотреть сквозь тору. Можно просто Ребьосов, 98 лет. Можно посмотреть сквозь тору. Как ему помочь, например. Это ты смотришь на него сквозь тору. Можно посмотреть с точки зрения уроки, которые мы можем извлечь. В Талмуде, кстати, в трактате Медила, где изучается Медила Тестер, это история. Там есть 29-й лист. И там весь лист посвящен тому, что Талмуд спрашивает, пытается выяснить вопрос у разных великих мудрецов. Как ученики к ним подходили и спрашивали этих великих мудрецов. Быма эрахтайамим. Как ты удостоился долгожительства? То есть, они подходили к своим каким-то таким вот очень пожилым мудрецам и спрашивали. А как ты удостоился таких долгих лет? И каждый мудрец давал три ответа. Три своих секрета долгожительства. 29-й лист. Есть трактат Медила. Можем попросить Яков Шатадин, чтобы он, Яков Шатадин, он общается с теми раввинами, ну, такие молодые ребята, да, которые сидят целый день и учат Тору. И может быть мы попросим кого-то, чтобы Яков Шатадин кого-то из них попросил, найти перевод этого 29-го листа или сделать статью с ответами на вот этот вопрос. Быма эрахтайамим. Чем ты удостоился того, что продлил дни жизни своей? То есть можно на любой аспект, смотришь старик, можно на него посмотреть, ну, старик там, волосы белые, костюм черный, все. А можно посмотреть, старик долго живет, а почему он долго живет? Это вот как раз, чтобы была Тора, как зрачок глаза твоего, чтобы ты смотрел на все с точки зрения вот этого света Торы. Хорошо, третий отрывок. Значит, слова Торы завяжи на пальцы твои и напиши их на скрижалях сердца твоего. Значит, как происходит? Вот живет человек, мудрецы, у них тогда не было сравнения с жестким диском компьютера или там с какими-то другими средствами записи информации. Они писали, у них самое надежное хранилище такое было, хранилище информации. Это было на камне выбить зубивом какие-то буквы. То есть, в то время, если ты хотел сохранить какую-то информацию, ты брал зубило, молоток и на камни выбивал. Это у них была метафора самого записать так, чтобы не забыть. Мы сейчас могли бы сказать, вот у меня там вся информация в компьютере или в облаке, да, сейчас наоборот я храню все не на компьютере, потому что мало ли что с компьютером. У меня вся информация в облачном хранилище. Я не знаю вообще, где это облачное хранилище, но все мои там фотографии, записи, все, что для меня важно, оно хранится где-то, где-то, где я вообще даже физически это не могу почувствовать. Это еще раз доказывает, как будет в раю. То есть, сейчас вся моя информация компьютерная, видео, фотографии, все мое прошлое, оно уже на небе. Оно где-то в облаке. Представьте, какая метафора красивая, что где сейчас твоя информация вся, уже в облаке. Так же, когда-нибудь человек, когда тело умрет, он сам перейдет вот туда вот в облако. Значит, говорит царь Соломон нам так, что когда ты изучаешь Тору, Тора состоит из, опять же, учения и из заповеди, то, что надо делать. Он говорит, Кашрем Аль Эцбатеха, то есть, то, что человек делает, это каким-то образом связано с его пальцами. И он говорит, что Тора, она должна быть связана, навязана на твои пальцы. То есть, чтобы ты делал действия, только те действия, которые заповеданы Торой, которые правильные действия. И напиши слова Торы на скрижалях сердца твоего. То есть, ты не просто должен слушать Тору, ты должен ее запомнить. И раньше это была метафора, запиши на скрижалях сердца, а сейчас эта метафора, просто запомни, запомни то, что там написано. А как запомнить? Тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогут учить и обучать. Это пертьевод. Тот, кто учит для того, чтобы сделать, тому Бог поможет изучать, обучать, запомнить и делать. Это в пертьевод написано. То есть, когда ты учишь Тору, нужно вот действительно, я уже сейчас вот больше всего, когда я провожу эти уроки, это я учусь. То есть, я изучаю Мишли, читаю комментарии. Потом я думаю, что из этого можно рассказать. Записываю это, рассказываю это, делюсь с вами и так далее. То есть, в этот момент я больше всего за эту информацию сам запоминаю. И это называется вот выбить на скрижалях сердца своего. Хорошо, давайте подведем итог, что мы сегодня узнали. Мы сегодня узнали, что все, что человек делает, оно к нему возвращается. То есть, это очень такая понятная вещь, что когда ты делаешь какое-то действие или ты делаешь какую-то мысль, то потом результаты как бы этого, они потом на тебя возвращаются. И это то, первый мой вывод из сегодняшнего занятия. И второе, что нужно смотреть на события, на людей, то есть, интерпретировать то, что ты видишь сквозь Тору, сквозь возврат того, что ты думаешь и говоришь на себя. И тогда будет очень отлично. То есть, нужно именно как бы сделать себе такой фильтр, фильтр Торы. Вот так вот. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы. И вот эти вот хотя бы раз, два, три вывода, вы их запомните и напишите их на скрижалях сердца своего. И на пальцы повяжите. То есть, делайте какие-то заповеди. Делайте какие-то заповеди и будет все великолепно. Есть книга заповеди сразу после того, как вы... Вот это видео размещается на странице в Фейсбуке. Там внизу есть ссылочка, хаффетскаем, краткая книга заповедей. Там есть заповеди, актуальные в наше время, которые надо делать. Теперь, если Тора вообще, Тора, она обязательно к выполнению евреями. Евреи обязаны это выполнять. Если евреи не выполняют, начинаются очень большие проблемы. Прямо это в Торе сказано, Бог предупредил. Если человек не еврей, то тогда он не обязан выполнять заповеди Торы. Но есть у него заповеди, называется «семь заповедей сыновей Ноаха». То есть, был такой Ноах после потопа, он был единственный праведник. И Бог ему... от него потом пошло все человечество. И Бог им еще до дарования Торы, он сказал Ноаху и его сыновьям, вот вам семь заповедей, соблюдайте, сохраняйте, делайте, и у вас будет все великолепно. Поэтому, если вы не евреи и слушаете эти уроки, то погуглите, посмотрите «семь заповедей сыновей Ноаха». Они простые, понятные, но если их выполнять, то будет точно такая же связь с Богом, прям прямая, яркая, красивая, прям на таком прям личном контакте. Все, я вам желаю личного контакта с Богом сквозь Тору. Все, удачи, успехов. Всем пока.